Эй, оу, хулиганы, всем привет! Вы на канале ХОЛИБАЙ! На канале Крутой Папана вышло новое видео, которое называется Скулбой пожалел, что завел котика в Брукхевене. Ребят, неужели речь идет о том самом Скулбое, о котором мы все с вами знаем? Надеюсь, что да, потому что я люблю эту игру. Ставьте лайк, если вы тоже, и мы начинаем просмотр. Поехали! Сорок лет как под наркозом, я работал говновозом, не таксистом, не... Эээ, так, подождите. Дворик очень сильно знаком. Единственный момент, только все немножко перевернуто. В Скулбое машина находится с этой стороны. Всем привет! Так, я узнаю ванную комнату и стиралку. Именно там нас кучу раз спалила мама. Мама. Ты че совсем охренел? Я Скулбой в Роблоксе. И это мое типичное утро. Мамка как об... Офигеть, это мама Галя! Но она Роблокс персонаж. Обычно заставила меня делать упорку. Мыть шваброй грязный пол. Да, это она любит, конечно. Это она умеет. И драет ёршиком вонючий толчок. Как же меня все это бесит. Ой, знал бы ты, как меня это все жутко бесит. Андрюшка, не грусти. А это мой непутевый батя. И его любимый пес Мухтар. О, мы наконец-то узнали, ребята. Нет, оказывается, батя все-таки работает. И пес Мухтар тоже. Офигеть. Его зовут в этой вселенной, его зовут Мухтар. Кто бы мог подумать. И в этой вселенной батя Гена все-таки при деле и при работе. Он работает полицейским. В принципе, я бы мог догадаться. О, блин. В этой вселенной мама Галя наконец-то доготовила. Потому что в игре с Кулбой она на протяжении 35 лет режет салат. Или что она там варит, я не знаю. Дорогая, я наконец-то нашел работу. Какую? В полиции. Кинологам. Мухтар тоже в деле. Вау. Собака. Лучший друг человека. Это правда. Кроме этой собаки, кстати. Потому что именно эта собака примерно 1500 раз палила меня перед родителями, когда я играл в Скулбое. Так что я ее вообще не уважаю. Ребзики, а кто вам нравится больше? Собаки или коты? Я извиняюсь, папа Гена... Это меня спрашивают? Мне нравится и то, и другое. Мне нравятся все животные, кроме Мухтара. А, точно, пока не забыл. Ребят, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ведь именно там мы с вами общаемся. И еще там я почу всякие прикольчики, истории, отвечаю на ваши вопросы и так далее. В общем, одним словом, подписывайтесь, не пожалеете. А мы смотрим дальше. Лично я всегда мечтал о коте, но мои родители всегда были против. Никаких котов в моем доме. По пути в школу у меня было очень плохое настроение. Меня бесила счастливая девчонка, играющая со своим котом. Радует, что меня ни одного бесят счастливые люди. Ребята, ставьте лайк, если у вас тоже. Чего вы такие счастливые, алё, блин? Все грустят, а вы и радостные ходите со своими котами, блин. Раздражала парикмахерша, кладящая своего любимого питомца. И старуха, кормящая своего Мурзика. А меня бесит Мурзик, я бы тоже так поел, блин. Это несправедливо. Почему они, а не я? Почему этот мир так жесток? Но в этот момент передо мной появился он. Это был самый необычный котик. Подожди, подожди. Этот кот кого-то сильно мне очень сильно очень. Кот этот кого-то напоминает. Это не гиппопотам или как звали вон того кота из игры в попе плейтайм. Братан, я бы на твоем месте подумал, прежде чем брать его в руки. В всем Брукхевене я взял его на руки и он мило замяукал. Впервые в своей жизни я ощутил настоящую радость. Мне не хотелось... Ну вот, ты ощутил радость, это значит, что теперь ты и нас раздражаешь всех, потому что он счастливый. Вот так вот работает эта жизнь, ребята. Вот это и есть бумеранг. Ты ненавидел счастливых людей, стал счастливым, тебя тоже начали ненавидеть. Отпускать его, и я решил, что вопреки всему, он будет моим. Мне было страшно, что я краду чужого кота, но оглянувшись вокруг, я никого не увидел. Не думая о последствиях, я выкинул учебники из языка и положил туда моего нового друга. В школу я, конечно же, не пошел. Ну, конечно же. Кто вообще туда ходит, блин? Так, а вот рыбок в игре не было. И полки стояли на другом месте. Все-таки это другая немножко вселенная, окей. Слушайте мои рыбки. И знаете, что я больше удивлен чему? Это то, что в сериале от крутого папана появился женский голос. Обычно крутой папана всех сам озвучивает персонажей. А здесь у нас какая-то модам. Хороший мальчик. Гэф, завтра на работе по... Вот видите, крутой папана даже собаку озвучивает. Гэф, скажем мастер-класс. Сынок, ты почему не в школе? Эм, уроки отменили. Что-то кошатиной воняет. Гэф! Кажется, собака что-то заподозрила вместе с папой. Почему не в школе? Уроки отменили. Подметай пол, а я в аптеку за лекарствами. Так, у мамы, я как понимаю, аллергия на котов. Или на врунов, я не знаю. Жди здесь! Я скоро вернусь! Блин, что-то такой грустный котенок. Мяу! Ну, то есть, Андрюшку вообще не смущает, что его кот фиолетового цвета. Или бордового. Не, фиолетового. Короче, я не шарю в этих оттенках розового. Подожди, это получается уже не побег от родителей, а побег от Андрюшки? В такую игру я бы поиграл. А, котик проголодался. Бедные рыбки. Сидеть! Стоять! Подожди, если собака в таком положении сидит, а в таком положении стоит, то в обычном положении она держит планку? Я не понимаю. Будь здорово! Что за фигня? Где мои рыбки? Неужели их съел мой котик? Не может быть. Мяу! Этот кот всегда будет с таким звуком прыгать? Ой-ой-ой. Сейчас будет драка. Ночью я проснулся от страшного шума на улице. Я сорвался с постели и побежал смотреть в окно. Мухтар, что случилось? Мухтар пропал. Мухтар, ты где? Мухтар. Одна лапка Мухтара осталась. Жесть что? Нет. Нет. Эта собака мне, конечно, не нравилась, но не настолько, чтобы отрывать ей лапу. Нет, не может быть! Мой любимый песик! Мяу! Мама! 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 Кажется, Андрюшке уже никто не поможет. Особенно Мухтар. Если вы понимаете, о чем я. О! Скорая! Когда маму привезли в больницу, оказалось, что у нее сильнейшая аллергия на кошек. И она впала в кому. До самого утра батя горевал у будки Мухтара. Отказавшись верить в его гибель, он сошел с ума и стал воображать своего любимого песика. Что происходит? Надеюсь, к концу серии я хоть останусь живой, я не знаю. В таком состоянии он пошел на работу. Я сидел в своей комнате и смотрел на котика. Пропажа рыбок. Мама в коме. Жесть с Мухтаром. Жесть с Мухтаром. Батя сошел с ума. Я тоже уже начинаю. Я понял. Ставь лайк, если ты тоже. Во всем виноват этот пушистый чертенок. Нет, нет, братан, Андрюшка. Не нужно перекладывать ответственность за свои поступки на других животных, окей? Ты его привел в дом, понимаешь? Ты его привел в дом. Соответственно, ты соучастник всех его злодеяний, блин. Как же я пожалел, что притащил его домой. Мяу. Здорово, коллеги. Ты кто такой? Я ваш новый кинолог. А это мой пес Мухтар. Да, вот это, конечно, угорает, Мик Хадзен. Я решил отнести этого мутного кота обратно на помойку. Прощай, чертов кошара. Мне одному интересно, почему у Андрюшки, когда он говорит один голос, а закадровый голос у него другой. Да. Он уже тут. Мяу. Черт, он доедает Мухтара. Как бы я не пытался избавиться от этого дьявольского котенка, мистическим образом он снова и снова оказывался у меня дома. Самолет был последней моей надеждой. Ну, дай догадаюсь, он снова вернулся. Мяу. Но и это не сработало. Кошара в моем доме? Мухтар, фас. А я говорил, это этот, шлимпопотамус, блин. О, зато теперь на чердак и будет проникать легче в этой игре. Через дырку. Мяу. 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 Хороший котик. Помощью кошачьей мяты, я заманил котика в аквариум. А затем залил туда жидкое стекло. Проклятый кошара оказался замурован. Когда батя очнулся, он совсем ничего не помнил о пережитом ужасе. В собачьем приюте я взял пса очень похожего на Мухтара. Жесть. Батюк вообще не заметил подмены и был очень счастлив. Отличный батюк, конечно. Он не отличил свою оригинальную собаку от фейковой. Ну здорово, потом верю в дружбу. Ага, конечно. Вот этот момент, что они котенка зафигачили в стекло, это немножко меня, ну, смущает, конечно. Ну ладно, допустим. Хорошо, что не застрелили. Здоровела и вернулась домой. А это что такое? Да это домашнее задание. Поизо. Замуровать котенка стеклом жидким. Офигенная школа у них. Не зря он ее прогуливает. Он живой, блин. Походу мы увидим вторую серию. Ребят, напишите в комментариях, как вам новый сериал или это одноразовая акция, я не знаю. Крутого папына. По-моему, очень прикольно, очень весело. Много отсылок на разные поп-культуры, да. Ну, там, на Поппи-то Плейтайм, на Скулбой. Я считаю, в одном видео объединили две игры, как минимум. Если вы заметили еще какие-то пасхалки, обязательно напишите об этом в комментариях. Кстати, да, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Это очень важно. Там прикольно, мы общаемся, все дела. Спасибо всем за просмотр. Спасибо крутому папена за шикарный видос. Всех обнял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok